Казалось бы, нейтральная такая публикация, и очень, казалось бы, полезная, о том, что существует целых семь программ для чтения. Вот едет человек в метро и читает разные книги, как хорошо. Но я обратил внимание, что рекламирую всем этих программ, там какие-то тексты мелькают, никому не нужно хранить. Книг, всякий мусор. Всякий мусор. Ну, и мне показалось, что помимо рекламы этих программ для чтения, тут рекламируется еще какая-то такая вот продукция, которая, наверное, сопровождает эти все устройства. Да. И я понял, что надо написать очень важную вещь, что нельзя есть все подряд, ту пищу, которую предлагает реклама. Реклама сбывает ненужный товар, которым запасся продавец, который по дешевке его где-то достал. Нет, надо есть самую лучшую пищу. Это так же, как в физической пище. Нельзя есть пищу, где есть разрыхлители, наполнители, имитаторы и усилители вкуса. Это как же, пустота с усилителями вкуса. А тело никакой пищи не получит при этом. Мы будем потреблять только пустоту. То же самое и в духовной пище. Не надо потреблять всякие мусоры, надо потреблять самую лучшую духовную пищу. На нее и рассчитан человек. На настоящую духовную пищу. Вот. И поэтому надо читать прежде всего, что из древних авторов «Жизнь коротка» надо обязательно почитать самое необходимое. Гомер, Овидий, Плутарх, потом Шекспир, Диккенс, Герберт Уэллс, Брэдбери. Черт, вылечил писатель замечательный. Ну, в общем, автор Гулливера. Я хотел сказать, я сказал Цибайши. Таку-боку. Вот это основная пища, которую прежде всего надо потреблять. И потребив этой пищи, уже организм сам будет браковать все, что плохо. После этого глаз не захочет читать всякий мусор. Но мне попалась публикация еще страшнее. Был такой журналист Невзоров, который стал теперь философом Невзорова. Но что он такие глупости пишет, что невольно я свое себе обозначил так. Голос слепца Невзорова. Дескать, русская классика умерла. А классика не умирает. Еще Пушкин заметил важную мысль, сказал, что искусство не стареет. Разве может повторить поговорка «С кем поведешься, от того и наберешься». Нет, искусство – это на века. Так что классика – это на века. Но о том, что классика умерла, еще кричали революционеры в 917 году. И хотели что-то сбросить с парохода современности. Им казалось тогда, что надо писать только дыр, дыр, бул, щил и радоваться. Но явился великий Есенин и великий Маяковский. Есенин дал такую отповедь. «Классическая форма умерла, но ныне век наш величавый я вновь ей вздернул по делам». Здорово сказано. Затем явился Евтушенко, затем великий Акуджава. И опять заговорили с человеком на человеческом языке. Но вот опять революция в Киеве. Через 100 лет, можно сказать. То был 1917 год, сейчас 2014 год. Революция в Киеве. И опять, и опять. Невзоров, видимо, заражённым этим революционным пылом. Пишет статью. Опять наступает на те же грабли. О классике. Что она умерла, русская классика. И пишет он, где это всё? В журнале «СНОП». В самом дорогом журнале современности для самых богатеньких. Для самых богатеньких. Искривляя им мозги, которые так искривлены деньгами. Им нужна, наоборот, реабилитация. Именно спасительной классикой. А Невзоров заявляет, что русская классика умерла. Вот почитаем и прокомментируем его смешной текст. Забавно он пишет. У русской литературы закончился срок годности. Мы слышим плач толстых министров, черносотенцев и филологических дам. Они очень сожалеют, что дети не читают. Никто не задался вопросом, а что, собственно говоря, этим детям читать? Классику? А почему ей надо читать? Почему надо употреблять продукт, у которого явно закончился срок годности? Почему до сих пор никто не хочет называть вещи своими именами? Богоискательская истерика Достоевского имеет к сегодняшнему дню такое же отношение, как шумерские глиняные таблички. А, кстати, и глиняные таблички. Там много чего интересного написано. Это там впервые написано, что люди начали писать кто чего захочет и, так сказать, не уважать авторитет. Пафосное, мучительное многословие фэнтези Толстого о войне 1812 года тоже отжило. В этом жанре появились образцы поинтереснее. Тема многолетних предсовокупительных терзаний самок в кринолинах тоже сегодня особого интереса не представляет. Да. Ну вот человек, который называет женщину самками в кринолинах или в теперешних синдепонах, это человек недостойный внимания вообще. Такой человек не может, не любя, не любя, так сказать, собрать их по планете, он не может ничего им предложить путного. Вот. И все это похоже, как я написал в своем эссе, на ленинское объявление Диккенса, Диккенса, величайшего гуманиста, мещанским писателем. Когда я говорю величайшего гуманиста, я говорю, что это писатель, который облагодетельствовал планету. Он писал множество эссе, а там все смертная казнь не годится. Одно эссе, второе эссе, третье эссе, капля долбит камень. И, боже мой, в Англии, где не все стоит на месте, вдруг попятилась королевская юриспруденция, вдруг попятилась королевская прокуратура, вдруг попятился королевский суд. Все попятилась и уступила Диккенсу. Отменили публичную смертную казнь. Вот. И Ленин объявил его мещанским писателем. Какое непонимание. Вот это похоже, как мне Взоров объявляет Достоевского и Толстого никчемными, выжившими, отжившими писателями. Вот. И все это похоже на то, как в 1917 году пытались создать другую современную литературу, которая бы отвечала бы революции 1917 года. создали для этого специальный союз писателей. Но в искусстве нельзя ничего специально создавать. В течение многих десятилетий они специально что-то писали, но все это было пустота. И все это хорошо видно в романе «Мастер и Маргарита». Это скопище писателей, которым противопоставлен мастер. И там какие-то масолитовцы смешные и пустые. Вот. Так что смешно заменить образы классических персонажей у классиков продажными образами соцреализма, которые пыталась сделать революция, или продажными образами фабрик искусства. По сути дела, фабрик не искусства, а фабрик суррогата. То есть и образы соцреализма не годятся, и образы голливудизма, от слова «Голливуд» тоже не годятся. Потому что искусство не продается. Как и улыбка не продается, как и любовь не продается, и счастье не продается. Что касается Достоевского, но он актуален. Он актуален и для современного читателя, как и для будущих поколений. А для современного он как никогда актуален, всего романом «Бесы», где он заклеймил революцией. И только знание этого может спасти другие страны от повторения кровавых уроков недавних, последней революции на Украине 2014 года. Там и сейчас еще гибнут люди под выстрелами революционной армии Порошенко за хорошие лозунги «Демократию» и так дальше. Красивые лозунги сюда у революции, но пушки – это дело некрасивое. Что касается Гоголя, он тоже давал предостережение против революции Белинскому. Вы сгорите, как спичка, и других сожжете. Что касается Толстого, то переживания женщины или мужчины – это вечная тема. Ну и помимо этого, Толстой ответил на вопрос о ненужности общества с бесконечным потреблением, когда человек крутится белкой в колесе. Толстой Ванне Карениной дал образ русского крестьянина, которому до лампочки, как говорится в народе, прибыль и гонка за нею. Там главный герой им предлагает сдавать побольше сена и строить не свои деревенские дома, как в Западной Европе. А крестьяне не увлекаются этой идеей. Зачем он участвует в этой гонке, как белка в колесе? И это актуально сейчас для современной России, которая хотела бы, хлебнув капитализма, хотела бы социализма, но со средним и мелким предпринимательством. Вот чего не хватало. А не жить в бесконечном абсолютном царстве наживы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!